Очень много работы проделали, ну и все, как говорится, в течение двух лет мы заявили, что там еще одна деда-минина, что боятся туда ехать. Все, взять этот отряд, собирать, 5-6 человек, просим, чтобы прислали подвозу с бюками за кризонами и едут ребята, а что богатство, никаких зарплат не просили, а просто дадут кусок хлеба, и ребята рады. И вот ради хлеба они активно принимали участие в разминировании. И вот в 2000 году Владимир Владимирович Путин, президент, принимает такой ухват. Все, кто принимал участие в разминировании полей, после освобождения от немецкой оккупации территорий, считать их участниками войны. И вот мы начали восстанавливать все эти списки, восстанавливать решения райкома партии. Но я мимо, кроме того, что я была секретарем комсомола, я еще была заместителем, председателем районного совета от Савиахима была такая организация. И вот этой организации все всегда поручали. То, значит, туда направить ребят, где-то там что-то надо было убрать. То и яма огромная от бомбы образовалась. И, значит, опять приходят и «Лена, Лена, давай, вот иди посылай». Ну вот и мы нашли документы, которые подтверждают, что собрано в Романовском районе, там написано, допустим, 6 тысяч мим. Закоронено 5 трупов, не определишь, что ли это немец, что ли это он, то ли это наши, хоронили всех подряд. Ну вот и фактически пришлось, значит, воспользоваться этими документами и обратиться, это называется, пенсионный фонд. Пенсионный фонд признал все эти документы. И, как говорится, мы не ходили, это еще Ловинов Александр, он самый активный был, вот, помощник, как молодой парень, ему было всего-то за 15 лет. Это, он, года рождения, у меня 28-й, он на войне не был. Ну вот, принимал активное участие. И мы не ходили, не просили, нас вызывают и говорят, пришли документы, считайте себя участниками войны. Екатерина Михайловна, мы еще раз присоединяемся к сегодняшним поздравлениям, поздравлениям вас с наградой. Но у нас здесь еще один участник Великой Отечественной войны, легендарный, весь...